Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. В 2016-м. А заработал он, судя по декларации, 125 тысяч рублей. Объяснил Менькин это тем, что накопил деньги на мотоцикл за предыдущие годы, сообщает прокуратура Первомайского района. По всем выявленным нарушениям прокурор внес представление главе администрации Кирова. По результатам их рассмотрения, Менькина привлекли к дисциплинарной ответственности. Ему сделали замечание. Программа Экономика. Программа Экономика. Но нехватка кадров не дает возможности брать новые заказы. В ближайшее время руководство завода намерено решать проблему по временному проживанию работников. Напомню, на заводские площади зашел инвестор из Екатеринбурга. При этом в Кировской области было зарегистрировано дочернее предприятие компании Уральский завод металлоконструкции. А значит, налоги будут поступать в региональный бюджет. Экономика на 101. Уровень безработицы в Кирове снижается. Сейчас в областном центре порядка 1600 официально неработающих жителей. Годом ранее их было на 140 человек больше. За 9 месяцев этого года благодаря службе занятости населения города Кирова работу нашли 5670 человек. Больше половины из них молодежь. С начала года в Кирове прошли 37 ярмарок вакансий. В них приняли участие 2060 безработных и свыше 160 предприятий-соискателей. В итоге 900 человек трудоустроились. По статистике службы занятости самыми востребованными специалистами в Кирове являются военные, соцработники, учителя и врачи. Всем, кто еще не нашел работу в службе занятости, советуют разместить резюме на портале трудвсем.ру. В завершении о курсе валют. Доллар сегодня 57 рублей 78 копеек, евро 67.93. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101ФМ.